Моя дорога началась 10 октября, ровно в 7 утра. Я выехала из Донецка в Краматор, здесь сейчас живет мой папа, ехала в 5 часов и вуаля. Я приехала сюда на несколько дней раньше, поскольку на эти дни как раз выпадал папе день рождения. Мы идем постреняться. И в общем-то все эти 4 дня мы провели за отдыхом, делали покупки, кушали вкусняшки и очень много общались. А вот и Юрий Леонидович хозяин РИА, поэтому за покупками, вкусняшками и общением мы приходили именно в РИА. Краматорчане меня поймут, потому что здесь все, ресторан, торговый центр и даже есть ночной клуб. Мне нравится вот с белыми надписями, классно. Ты же тоже сюда приобрел, я вижу на тебе. Вот, вот, вот. Да, да, да. Ух ты. Я даже себе кое-что купила, но, если честно, почти все мне подарили. В Органик Вайн только органическая косметика, так что, если хотите обзор на вот это вот все, ставьте большой палец вверх и пишите в комментариях. Я уже сейчас стою возле вокзала в Краматорске. Моя дорога началась еще в Донецке, когда я ехала к папе, но тут был такой расслабончик. Мы кушали, гуляли, смотрели кино. Мы уже приехали с папой в Киев, и тут, мне кажется, холоднее. Но, мой бог, потому что ночь, мы утеплились, как два пингвина. Теперь идем яркие и красивые. Поскольку наш поезд приехал в Киев глубокой ночью, а посадка на самолет начиналась уже рано утром, времени на сон у нас особо не было, поэтому мы пошли гулять по ночному Крещадике. Папа и мыть и вода. Кстати, в осознанном возрасте это моя первая поездка на метро, честно-честно. Падушки, тут скоростная какая-то дорожка. А вот она улица Институтская, где проходили события. Вот там вот... Вот там? Да. Там очень красиво. Вот эти вот плиты всех погибших. Ночной Киев это волшебно. У нас в Донецке уже давно введен комендантский час, поэтому я даже немного отвыкла от таких прогулок. Так что мы просто гуляли, любовались, пока в кустиках напротив нас ждал неожиданный сюрприз. В общем, да, Киев оказался для меня еще более неожиданным, неожиданным, чем я себе представляла. Сейчас уже 7.33 и где-то через часик практически начинается посадка на мой самолет. Вот я еще с папой. Папа прям стойкий солдат. Вместе со мной ждет уже, когда поскорее будет концерт BTS, чтобы я на него улетела. Потому что у него здесь работает. 4.23 у нас рейс. Прилетаем в 9.25. И в 10.35 мы должны прилететь в Берлин по местному времени. Лететь будем всего 2 часа 10 минут. Где-то вон. Говорят, уже сейчас очередь возле арены. Что она еще вчера начала появляться там. Поэтому даже, честно говоря, не знаю. А, еще я узнала, я обещала про билет рассказать, который мне нужно забирать из кассы. Говорят, что можно съездить в тикет-бокс, в кассу именно тикет-мастера. Только он находится где-то вообще в другом месте. Но можно билет получить заранее, а не за час до концерта, непосредственно в арене. И если у меня будет возможность, если я раньше, например, если я сегодня получу номерок в очереди, я тогда поеду сегодня, заберу свой билетик. И у меня не будут необходимости внивать и ночевать там под арене. Вот так. Наш вылет задерживается. Ошибка бортового компьютера. И билет сказал, что приходится перезапускать системы, делать перепрошивку. И поэтому 40-45 минут мы должны еще подождать. Очень надеюсь, верю, что очередь под ареной не вырастет нам много. Из-за моей такой задержки. Самое главное, это хорошо полететь. И я абсолютно не понимаю, куда мне идти, но я очень переживала за паспортный контроль. Почему-то я думала, меня будут заваливать целые кучи вопросов, но нет. Причем парень, которым не попался на паспортном контроле, вообще не понимал по-русски. И он единственное, что смог от меня добиться, это спросить, турист ли я и где мой... Ну, в общем-то, спросил меня обратный билет. Все! Я ему показала. Начала ему пытаться показывать свою бронь. Еще что-то. А он мне говорил, окей, 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 вы все хорошо. В аэропорту я встретила молодую семью. Нет, я их буквально сама догнала и словила. Просто они говорили на русском языке. А я не могла разобраться с банкоматом и снять деньги. Потому что у меня с собой не было ни одного еврика. Они такие лапочки помогли мне, провели меня до автобуса. Так вот, я знала, что мне нужно сесть на автобус TXL и добраться до Александр Плац. К счастью, я тут тоже встретила женщину, которая мне не только помогла купить билет. Она мне еще объяснила всякие тонкости этой замудренной системы транспорта, проезда и оплата в Берлине. И даже подарила мне свою транспортную карту города. Боже, как я люблю людей. Вообще, люди прекрасны. Прекрасные люди прекрасны. Но, в общем-то, до Александра Плац автобус нас так и не довез. Почему-то он высадил нас раньше. И тут я встретилась с ребятами из Киева, которые тоже приехали на концерт. К слову, мы познакомились еще перед самолетом, но как-то потом потерялись. Мы решили просто гуляя идти пешком в сторону Mercedes-Benz арены, потому что наши отели находились как раз-таки неподалеку от места проведения предстоящего концерта Бонтан. Что касается заселения в хостел, мне хватило паспорта и трех слов, чтобы заселиться. Это yes, no и ok. Кстати, хотите посмотреть мои покои? Вот эта комнатка мне очень успела полюбиться за 4 дня и 3 ночи. Честно говоря, я залетела в номер, я быстро приняла душ, а поскольку я с собой даже не брала фен, то мои волосы мокрые. Сейчас возле арены я встречалась с Настей и Сергеем. Мы уже созвонились по вайберу. Короче говоря, ребят, я ни капельки не жалею, что я заселилась в хостел. Во-первых, это более доступно по деньгам, а во-вторых, я там одна. И я когда стояла на регистрацию, стояло очень много девчонок, и сейчас тут возле арены бегает очень много девчонок с чемоданчиками. Я думаю, что все они на концерт BTS, а некоторые из них, я уверена, на регистрацию стояли. Я просто снялась с ними разговаривать, потому что английский это не мой конек. Вот она красотка арена. Я когда бежала мимо нее, я аж запнулась, думаю, о, блин, тут дерево мешает. Я не знаю, видно вам, не видно. Сейчас я встану поудобнее и сниму поближе. Ну, в общем, как-то так. Очередь, как мне кажется, была довольно сносной. Она была в виде змейки у самого-самого входа в арену. То тут, то там играла музыка бантан в телефонах, в мини-колонках. Кто-то просто пел, кто-то подстанцовал. То есть я... Было очень много армий из разных стран. И это потрясающее чувство, которое вообще очень сложно передать словами. Одна девочка выиграла в конкурсе от OG картонного джина. Наверное, это одно из моих самых крутых фоток в Берлине. Я и джин. Армия вообще потрясающий фандом, которым я горжусь. И я об этом еще расскажу, но в другом видео. Так вот, когда подошла наша очередь, на улице уже почти стемнело. Хотя мы простояли не так много, около двух часов. В целом, мы успешно получили номерки, подружились с охранником арены и побежали кушать. К этому времени наша компания, как вы видите, подросла. За BTS! Никого не видно. За их здоровье! Вечер, проведенный с Арми, разговоры про бантан и большое такое предвкушение предстоящего концерта. Это было прекрасное время. И вот, собственно, так прошел мой вечер накануне концерта BTS в Афресео. Субтитры сделал DimaTorzok